Этой ночью стали известны победители первого полуфинала главного музыкального события года Евровидения 2009. За симпатией зрителей на сцене спорткомплекса Олимпийские боролись певцы из 18 стран. Продолжить выступление в финале смогут только 10 из них. Кто получил шанс побороться за победу? Подробности в репортаже Александра Лукьяненко. Олимпийский превратился в самое веселое и музыкальное место в Европе. Болельщики Евровидения тоже соревнуются. Кто кого перепоет. Кто кого перещеголяет. А кто модельер, я вам не скажу. За сценой, куда зрители не пускают, самые напряженные моменты. До начала конкурса остается считанное мгновение. Последний штрих, последняя репетиция и поехали. Это просто сказка какая-то. Жар птица, спустившаяся в зал Олимпийского, чтобы подарить людям музыку. Зрители в восторге. Ничего подобного на Евровидении никогда прежде не было. Ни таких спецэффектов в зале, ни такой сцены. 70-метровой ширины способны измениться в считанные секунды, пока зрители смотрят визитку с следующей страны и учат новое русское слово. А здесь, в Гринруме, где артисты отдыхают после выступлений, волнуются и за себя, и за конкурентов, а заодно обсуждают конкурс. Это лучшее Евровидение из всех. Я в третий раз на этом конкурсе. Я знаю, что говорю. Сцена меняется раз в три минуты. Каждая песня, как отдельное шоу. Вот задорные чехи, а вот романтичная в почти свадебном наряде шведка Малена Эрдман. А вот финны. Зажигают. Судя по реакции зрителей в зале, они бы пропустили в финал всех 18 конкурсантов. Но по правилам конкурса можно только 10. И вот список. В финале Финляндия, Португалия, Мальта, Босния, Герцеговина, Турция, Израиль, Швеция, Румыния, Армения и Исландия. Пока шло голосование на сцене Олимпийского, зрелище не менее интересное, чем конкурс песни. Калинка Малинка в исполнении хора имени Александрова. Русские народные танцы, барабанщики, группа Тату. Все вместе и сразу. Такой музыкальный коктейль мог родиться только на Евровидении. Радость от победы в полуфинале это только самое начало. Для любого участника Евровидения заветная мечта подняться на сцену не во второй, а в третий раз уже победителем. А с этой процедурой у участников конкурса связано множество суеверий. Жеребьевка. У каждого свой счастливый номер, его и мечтают вытянуть. Девочки, только одну надо вытянуть, не две. Несмотря на то, что у вас две. Номер девять. Анастасия Приходько уже давно знает, в финале она выступает под десятым номером. Но до финала есть еще немного времени и Настя устраивает гостям экскурсии по Москве. Венгр Зали Адак мечтал распробовать русскую кухню. Соответственно и экскурсия к салатам, блинам, борщам и холодцам. А это что, с мясом? Я мясо не ем. А я мясо люблю. Но едва сели за стол, начались разговоры о музыке. Кто о чем поет, кому какие песни нравятся и обещание поддержать и проголосовать друг за друга. Тем более в этом конкурсе каждый голос может оказаться решающим. Александр Лукьяненко, Александр Грицан, Екатерина Арнаутова, Илья Марин. Первый канал. Москва.